Как трудно бывает любить наш город, и дело вовсе не в недостатке патриотизма, а в сердцах четинцев. Человек мыслит образами, той картинкой, что предстает перед его глазами ежедневно, и той, что он способен представить. Заезжие высокопоставленные чиновники объявляли чету серой, невзрачной, блогеры нарекали мусорной столицей России, а мэрия старательно уничтожает зеленые насаждения. Бытие определяет сознание горожан, которые не стремятся сохранить то немногое, что имеют. В беседке, которая должна была быть литературным клубом, ждут... Многострадальная площадь декабристов ЗАП-ТВ в своих сюжетах неоднократно обращалась к проблеме сохранения одного из немногих мест отдыха горожан. В свое время мэрия изрядно потратилась, приведя площадь в порядок. Была построена спортивная площадка, скамейки, лавочки, а также большая игровая группа для детей. Построили и забыли. Площадь требует контроля со стороны, может быть, и властей, а также внимания со стороны тех, кто здесь сам и находится и гуляет. Если мы будем ходить все, глядя себе под носом, не смотреть по сторонам, конечно, мы не будем уже контролировать даже сами и требовать от других также контроля за соблюдением порядка и даже элементарной дисциплины и поведения в общественном месте. Площадь предоставлена сама себе. Общественники города неоднократно и безуспешно пытались привлечь внимание главы региона и сети менеджера. Сжигание книг, ежедневные посиделки молодежи с алкоголем и бог знает с чем еще. Неоднократные конфликтные ситуации привели к тому, что по вечерам здесь страшно гулять, страшно отпускать сюда ребенка без сопровождения взрослых. Во многом это поведение сказывается от того, от самого воспитания, то есть как все-таки заложили в нас наши предки, родители, бабушки, то общество, в котором мы находимся. Ну из-за этого такое поведение и у молодых людей. Много всего стало дозволенного, все вот эти, как сказать, наглядные агитации по молодежи, то что связано, что расслабляет, можно вести. Нет того контроля именно со стороны может быть родителей. Внутреннего контроля. Да, внутреннего контроля может быть. Общественники требуют, чтобы здесь хоть иногда появлялась полиция и поддерживала общественный порядок. Благо все законы и инструменты у них для этого есть. Но благодаря бездействию властей мы имеем то, что имеем. Дорогостоящие игровые группы ломаются, расписываются нецензурными граффити. Прибавьте к этому мусорные кучи, поуродские спиленные деревья и пьяную молодежь на лавочках. Вот общественники предлагают здесь закрыть площадь, поставить видеокамеры и постоянный пункт присутствия полиции. Вот это один из вариантов, но немножечко угнетает то, что мы превращаем места нашего отдыха, где наши дети, превращаем какую-то в тюрьму. Да не в тюрьму. Порядка-то больше будет. Что плохого, что здесь, допустим, оградить, поставить пуст охрану. Люди также будут заходить без проблем, отдыхать. Просто хулиганё уже, наверное, сюда не зайдёт. Пьяниц не будут пускать. Одни плюсы я вижу. Видя всё это, тяжело любить наш город и уважать власти мущих. До какой степени заброшенности нужно довести площадь декабристов, на которой, к слову, находится и главная библиотека за Байкали имени Пушкина, чтобы администрация обратила на неё внимание. Сколько происшествий и преступлений ещё увидит это излюбленное место отдыха четинцев? К сожалению, ответов на все эти вопросы нет ни у кого. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый. ЗАПТ-ТВ.